Праздничные дни в поселке Сырдах в пригороде Якутска грузовик сбил на дороге малолетнего велосипедиста. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. Подробнее о происшествии в материале Сырглана Захаровой. Днем 8 мая в поселке Сырдах на улице Кумахтаская грузовик сбил несовершеннолетнего велосипедиста. По словам свидетелей, которые находились в салоне машины, водитель пытался объехать ребенка, но не справился с управлениями, совершил наезд. Примерно там заметили, что посередине дороги едет мальчик. Решили его оттуда объехать. Его уже проезжали прямо и вдруг услышали споку. На помощь к пострадавшему ребенку поспешили отдыхающие, которые оказались недалеко от места ДТП. Когда пробежала, я увидела мальчика на дороге, который лежит рядом, велосипед, белая машина, грузовик стоял. Начали мы все звонить, вызывать кто скорого, кто ГАИ. Отметим, что за рулем грузовика сидел 16-летний подросток. Соответственно, прав по нему не было. Как оказалось, за руль его пустил отец. Об этом сотрудникам госавтоинспекции сообщил сам родитель. Он объяснил, что до происшествия сын уже ездил по проселочным дорогам. Однако на этот раз доверие не оправдалось. В отношении родителя инспекторами ДПС составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за передачу управления транспортным средством водителю, не имеющему водительского удостоверения, за что административным законодательством предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, ученик 9 класса Тулагинской школы, сидевший за рулем грузовика, привлечен к административной ответственности за управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления. Пострадавшего ребенка в срочном порядке госпитализировали с тяжелыми травмами головы, но последствия могли бы быть менее печальными. Родители должны помнить о том, что знание правил дорожного движения и наличие защитной экипировки у ребенка в разы снижает травматизм. Кроме того, выезд на дорогу детям до 14 лет запрещен. Заметим, что это уже второе происшествие с участием велосипедиста за эту весну. В прошлом году за весь сезон произошло 12 дорожных транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.